С каждым днём нейросети всё сильнее входят в нашу жизнь, и мы к этому быстро адаптируемся. Недавно один из студентов заграничного вуза защитил диплом при помощи нового чата GPT, бота с искусственным интеллектом. Если такая тенденция сохранится, то в скором времени привычный нам мир кардинально изменится. Как? Об этом наш сюжет. Сейчас искусственный интеллект способен решать всё больше процессов, за которые раньше отвечали люди. Нейросети теперь есть в нашем мобильном банковских приложениях. Они считывают информацию, анализируют её и делают нам выгодные предложения. И даже могут распознавать объекты с камер видеонаблюдения. Получается, вот это вы сказали, да, яркий пример искусственного интеллекта? Да, да. То есть яркий пример использования искусственного интеллекта, когда инженеры, собственно, обучают. То есть всё абсолютно как с ребёнком. Вы показываете ему образы, то есть объекты, да, в данном случае, соответственно, человека. И инженер по искусственному интеллекту, он выступает таким учителем своеобразным, который обучает искусственный интеллект, показывая ему большое количество примеров, как выглядит человек. Такой сервис видеоаналитики действует сейчас в Алматы. В городе установлено около 10 тысяч камер видеонаблюдения с компьютерным зрением. Они умеют определять объекты, которые попадают в зону видимости. Если, скажем, происходит какое-то ДТП, да, это пересечение двух объектов. Один объект – это транспортное средство, второй – человек. Соответственно, можно выявлять ДТП, да, или там столкновение двух объектов, двух автомобилей – это тоже является ДТП, но для этого нужен контекст. То есть камеры, они установлены, они городские, например, да, но от них можно получить гораздо больше функционала, обучив, по сути, как ребенка при помощи инженеров по искусственному интеллекту именно нейросеть, определять классы и что происходит в кадре. Нейросеть, как и человек, поглощает информацию, обрабатывает и в дальнейшем использует. Уже сейчас с ее помощью можно создавать неповторимые изображения и видео. Эксперты говорят, вскоре она вытеснит с рынка многие профессии. Но пока еще человека от голограммы отличить можно, а вот распознать текст, написанный нейросетью, уже практически нереально. Сейчас на пике популярности платформа GPT, которая знает ответы на все вопросы и может написать за вас текст любой сложности. Это вот обученная нейронная сеть, которая понимает чуть больше контекста, чем предыдущее поколение нейронных сетей. И на самом деле здесь нету мировых лидеров с точки зрения стран. То есть это достаточно новая отрасль, которая зарождается и очень бурно развивается. Чад GPT хорошо справляется со школьными сочинениями и рефератами. Нейросеть может даже написать стихотворение. Правда, получится не очень в рифму. А еще платформа способна написать легкие коды на многих языках программирования. Но у этого могут быть и негативные последствия. Второй сценарий, который уже сейчас очень хорошо виден, к сожалению, это использование нейросетей киберпреступниками. Но, знаете, не профессиональными, а такими типа начинающими, вот как говорят в интернете мамкиными хакерами. Соответственно, вот эти начинающие киберпреступники используют сейчас нейросети, чтобы тренироваться и писать какие-то базы в очень простые вирусы. Каждое, как любое действие с нейросетью, это ее обучение. Она становится умнее и умнее. Здесь же вопрос этичности. Насколько мы готовы к этому? То есть, насколько человеческо готовы? Потому что завтра нейросеть, она будет подсказывать или тот же искусственный интеллект говорить, как ее обучили. И наша задача, если мы принимаем решение, доверяемся нейросетям или искусственным интеллектам, мы должны понимать, на чем он обучен, каким образом это все реализовано. Эксперты говорят, что как бы быстро не развивались нейронные сети, их результаты требуют доработки человека. Полностью качественный человеческий труд они заменить не смогут. Тем не менее, это отличный ассистент, с помощью которого можно упростить жизнь.